Я задал вопросы, на которые я хочу, чтобы ответила Майя Санду. И почему, еще раз я повторюсь, я говорю на русском языке, потому что это вопросы, которые я получаю от русскоязычных граждан. Вы знаете, что я говорю на двух языках, это не проблема. Сейчас вопросы к Игорю Дадону, также от русскоязычных граждан нашей страны. Игорь Дадон в 2016 году обещал, повторяю, 4 года назад, и это было тогда, когда я поддержал его кандидатуру во втором туре президентских выборов. А обещал именно следующее. Вернуть украденный миллиард и аннулировать закон о миллиарде. Ребят, Плохотнюка уже нет полтора года в стране, и этого никто не сделал. Дальше. В 2016 году Дадон обещал добиться проведения досрочных парламентских выборов. Обманул? Вопрос номер 3. Игорь Дадон, ты обещал запретить лицам с двойным гражданством занимать государственные должности. У тебя сегодня советники, сидят граждане Румынии, а ты сидишь рассказываешь какие-то байки про унионизм. Дальше. Проводить заседание Высшего Совета Безопасности публично с участием прессы. Где они были? Инициировать тотальную проверку чиновников высших сфер власти, судей, прокуроров, членов их семей на предмет происхождения средств и активов. Наказывать виновных и конфисковать их имущество. Игорь Николаевич, Унди. Вести в школьные программы предмет «История Молдовы». Игорь, русскоязычные избиратели ждут ответа и на этот вопрос. Создать тысячи новых рабочих мест. Этот вопрос, я думаю, интересует не только русскоязычных граждан. Далее. Проводить обязательный ежегодный медосмотр всех граждан за счет государства. Ввести компенсации на ошибки врачей и медперсонала. Обеспечить бесплатными лекарствами и стоматологическими услугами социально уязвимые слои населения. В первую очередь пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет. Что это помешало сделать? Отменить обязательный экзамен на степень бакалавра. Вопрос всей молодежи. И не только русскоязычной. Провести референдум о внешнеполитическом векторе страны. Игорь Николаевич, нам молодец патру андизеля. Вернуть режим асимметричной торговли с Евросоюзом. Кроме каких-то пустых заявлений, имея сегодня под контролем и парламентское большинство, и полностью правительство. Сегодня мы увидели все еще одно подтверждение этому. Тишина. Отменить запрет на трансляцию российских телепередач. Да, даже тех, на которых про меня показывают фейковые новости. Ничего страшного. Что помешало Дадон тебе это сделать? Добиться компромисса по Приднестровскому урегулированию. Добились. Сигареты в том же объеме продолжают по ночам поставляться на Украину вместе со спиртом. Вот все твои достижения. Подпись со странами Евросоюза. Двухсторонние соглашения о социальных гарантиях для соотечественников, которые находятся и работают в этих странах. Мортенпупшой. Добиться создания трехсторонней комиссии при участии США, ЕС и России по обеспечению международных гарантий нейтралитета Молдовы. Тишина. Не допустить открыто офиса НАТО в Кишневе. А, Игорь Николаевич? Работает. Может быть, не исключаю, если даже вы не сдаете его в аренду помещения. Инициировать подписание договора о границе с Румынией. Этого просто и тостро почти 30 лет. А? Дадон, борец с унионизмом. Опять тишина. Принять новые стратегии национальной безопасности и обороны Молдовы. Где они? Поэтому, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, что вот это все то, что Игорь обещал и не сделал в 2016 году. Я не буду перечислять то, что он не обещал, но сделал. Судьи из кармана Плохотнюка перешли в карман Дадону. Вместе со схемами, коммерсантами и так далее. Поэтому, все должны понимать сегодня, что наша цель, всех граждан страны, и русскоязычных, и тех, кто говорят на молдавском языке, на гагаузском, болгарском, украинском, те, кто считают, что язык румынский, сегодня может объединить только одно. Борьба с коррупцией. Я горжусь тем, что я первый политик в истории страны, который, согласно результату выбора в первом туре, получил поддержку граждан нашей страны, которые являются гражданами абсолютно разных национальностей, говорят на разных языках. Одни работают на стройках России, другие в странах Евросоюза. Третьи в Израиле, Канаде, Соединенных Штатах Америки и других государствах. Я сделал все для того, чтобы объединить общество. Потому что, когда ты хочешь его объединить, нельзя никого пугать. Одних русскими танками, вторых европейскими, румынскими или какими-нибудь еще. Продолжение следует... Продолжение следует...